Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Бога в Духновенной Псалтире и сегодня мы будем читать 103-й Псалом. И в православной толковой Библии говорится «Непосредственно за искренним, вдушевленным и трогательным изображением промысла Божия в судьбе человека в нравственном мире Давид рисует и высокопоэтическую картину промыслительной деятельности Бога в жизни мира физического». О чем это? Это о том, что этот Псалом, Псалом 103, он как бы продолжает рассуждения 102-го Псалма, которые более касались души человеческой и даже ангельского восхваления Бога. А сейчас это восхваление Бога переносится и на мир природы. 103-й Псалом – это Псалом, который имеет 35 стихов. В греческой Септуагенте он имеет надписание Псалом Давида о бытии мира, то есть о существовании мира природы, мира в целом. По-славянски это звучит Псалом Давиду о мирстем бытии, то есть о бытии мира или мирском бытии. В еврейской традиции он не имеет надписания, он сразу начинается словами «Благослови душа моя Господа», как и 102-й Псалом. И мы читаем начало этого Псалма. «Благослови душа моя Господа, Господи Божий мой, Ты дивно велик, в славу и великолепие Ты облегся». Что значит «в славу и великолепие Ты облегся»? По-славянски «в исповедание», буквально «в прославление», то есть «хвала» окружает Бога, «славное прославление» окружает его со всех сторон. Этот Псалом в написании по-гречески о бытии мира, то есть о божественном творении и промышлении о всем мире, о всем сотворенном мире. Ведь Бог промышляет не только о людях, но и о зверях, не только о зверях, но и о животных, и о птицах небесных, и о рыбах морских. «Ты одеваешься светом, как одеждою, простираешь небо, как кожаный покров шатра». «Ты одеваешься», то есть «облачаешься», давайте посмотрим, как это звучит с еврейского, тут более даже поэтично, «окутан светом, как одеянием, простирает небеса, как завесу шатровую, как некую свадебную хупу». И далее, «покрываешь водами высоты свои», ведь дождь дождит с неба, но небесные воды – это прежде всего символ небесных откровений. «Облака делаешь колесницею», то есть как некая колесница, облака переносят потоки вод в засушливые места. Так и откровение Бога распределяется через разных пророков. «Облака делаешь колесницею своею, шествуешь на крыльях ветра». Это как бы колесница, и она имеет крылья, она переносит эти облака. «Ты творишь ангелов своих духами». Что это может означать? Афанасий Великий объясняет, «творит ангелов легкими и выспренными». То есть они духи легкие, выспренные, не как человек, созданный из праха земного. Они создаются божественным светом. «И слуг своих пламенем огненным». «И слуг своих пламенем огненным». Ангелы являлись окруженные пламенем. И об этом мы видим в Ветхом Завете. Много свидетельств. Как будто вот этот огонь, из которого, вот этот цвет, из которого они созданы, как бы проявлялся в виде неких огненных, таких трепещущих языков, всполохов. «Основал землю на тверде ее». Давайте вспомним в синодальном переводе на твердых основаниях. То есть земля, она занимает положение в пространстве космоса совершенно твердое и определенное. И в том смысле, что она неподвижна, в том смысле, что она защищена. Если бы наша земля была бы чуть-чуть ближе к Солнцу, то жизнь была бы невозможна. Чуть-чуть дальше от Солнца жизнь тоже была бы невозможна. И потом, смотрите, при входе в нашу Солнечную систему огромные планеты, огромные планеты, там, как Сатурн, как Нептун, там, другие планеты, они выполняют роль пылесоса. Они втягивают в себя весь мусор из космоса, который влетает, и он рушится на них. Таким образом, Земля защищена тяготением этих, как бы пограничных планет, которые защищают жизнь на нашей Земле. Мир земной создан на твердом основании слова Божия. Поэтому мы чувствуем защищенность, основал Землю, на тверде ее. не наклонится, не наклонится, то есть, просто так ничего не произойдет, не преклонится, не уйдет, как бы, в сторону со своего пути, со своей орбиты. Она двигается в том направлении, какое установил для нее Господь. основал Землю на тверде ее, не наклонится, она во век века, бездна, как одежда, покров ее, то есть, она находится в безвоздушном пространстве, бездна, как бездна космоса, как одежда, покров ее. космос в понимании древних это красота, само слово космос означает красоту. На горах станут воды, то есть, если возникнет необходимость защищать Землю, то на горах станут воды. От прещения, от прещения, от запрещения, как бы, от гневного окрика твоего побегут, то есть, двинутся дальше воды, звука грома твоего убоятся, то есть, окрик божественный и в движение приходят воды, процесс жизни на Земле усиливается и усиливается. Восходят они, как горы, спускаются, как равнины, то есть, высоко, как горы, вздымаются и низко опускаются волны воды. Это объяснение Афанасия Великого. Буквально поднимаются горами и опускаются долинами. Давайте посмотрим, как это с еврейского. Действительно, это очень поэтичный псалом. взошли в горы, это воды, сошли в долины к этому месту, что ты для них основал. То есть, все возвращается на круги своя. Предел положил ты, которого они не прийдут и не возвратятся. Что значит не возвратятся, как было до отделения воды от земли, а также во время потопа, они уже будут находиться в том положении, в каком Господь им определил и не возвратятся в состояние хаоса, чтобы покрыть всю землю. потому что Бог уже отделил воду от земли и песок положил, кстати, твердыни перед многими водами. Ты направляешь источники в долины, среди гор текут воды. Вода это символ и Слово Божие, которое поднимает нас, восхищает до небес, наполняет долины нашего сердца. Среди гор текут, среди трудностей, среди камней, достигая засушливых душ и сохших сердец. Паят всех полевых зверей, эти воды напаяют нас, как полевых зверей, дикие ослы из них утоляют жажду свою. Дикие ослы это символ похотливости и вода Божественного Откровения, она как бы остужает вот эту похотливость каждого из нас, возвращает нас в человеческое состояние. Утоляют жажду свою, такие души. При них обитают птицы небесные, это воспаренные души. Из середины утесов издают голос, ты напаяешь горы с высот своих, плодами дел твоих насыщается земля, превращаешь траву для скота и зелень на пользу людям, чтобы доставить им пищу из земли. Здесь такая грандиозная поэтическая картина, что Бог промышляет о всем творении. И вино веселит сердце человека, чтобы лице его блистало, как бы от елея. Хлеб укрепляет сердце человека. Вино действительно веселит сердце человека, и в печали вино может действительно пережить человеку некое вдохновение. А елей это символ радости, такой блистающей радости, как Христос говорит, и вы, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, которые принимают на себя постящийся вид, а вы, наоборот, умостите елеем лицо свое, то есть явитесь сияющими радостными. Хлеб укрепляет сердце человека, прежде всего хлеб небесный, хлеб евхаристический, ведь сказано верою вселиться Христу в сердца наши. Насытятся деревья полевые, кедры ливанские, которые ты насадил. Образ кедров ливанских, как я часто объясняю, это самые большие деревья, которые были известны жителям Палестины. Там устрояют гнезда птицы, жилища аиста, управляет ими, высокие горы для оленей, каменистая скала, прибежище зайца, то есть зайц прыгает на каменистую скалу, и он безопасен, так и христианин, когда дьявол гонится за нами, когда мы на этой каменистой скале, камень нашего исповедания, это Христос, он креугольный камень, хотя мы как зайцы шарахаемся в сторону от искушений, не чувствуем в себе силы преодолеть, но во Христе, если мы на камне, то все нормально, все спокойно, каменистая скала, прибежащая зайцем, то есть таким, как мы, он сотворил луну для указания времен, луна – это ветхий завет для указания времен, имеется в виду священных дней, месяцев, ведь у евреев употреблялся лунный календарь, смотрите, Бытие 1.14 «Солнце познает Запад свой». Солнце – это новый завет, что значит «познает Запад свой», то есть торжествовать будет Евангелие до Запада, до конца существования этого мира. На Запад, на Запад пели древние египтяне, когда провожали усопших фараонов, то есть к закату, к закату, и вот солнце, то есть свет Евангелия не покинет эту землю до заката, как сказано. И проповедано будет сие Евангелие Царствие во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. «Ты простираешь тьму и настает ночь, во время кое ходят все звери лесные». Что значит «ты простираешь тьму», разве Бог не есть свет? Имеется в виду, что Бог одинаково контролирует и тьму, и свет. У пророка Исаия прямо сказано «ты творишь тьму и производишь свет». «Ты простираешь тьму и настает ночь, во время кои ходят все звери лесные, молодые львы, рыкающие о добыче, чтобы выпросить у Бога пищи себе». Оказывается, они просто рычат, они молятся в понимании Давида. Казалось бы, когда ты выходишь на охоту, зачем тебе рычать. Вот я был на утренней охоте в молодости, так мы вообще боялись наступить на веточку, чтобы кричать в лесу перед охотой. Но оказывается, лев молится, казалось бы, это нелогично, зачем он рычит. Это его вопль, обращенный к Богу, в понимании людей того времени. Взошло солнце, и они собрались и легли в логовищах своих. Вот эти дикие звери, которые охотятся больше ночью, а есть животные, которые только днем пасутся. Человек, когда выходит на дело свое, на работу свою, до вечера, человек – это дневное существо, прямоходящее существо, он трудится днем, то есть наш путь пред лицом солнца, потому что вечер – это и смерть, образ смерти, и образ наступления тьмы, апостасии, когда мрак сгустится в этом мире. Как патриарх Кирилл однажды сказал, морально-нравственный мрак настолько сгущается в современном мире, что он даже может ускорить воцарение Антихриста. Как величественны дела Твои, Господи! Пораженный вот этой картиной восклицает Давид. Как величественны дела Твои, Господи! Все премудро Ты сотворил, полна земля тварью Твоею! То есть все, что существует, творение Божие. Это море великое, пространное в понимании отцов, море великое пространное, это душа каждого из нас. Там гады, коим нет числа, это греховные мысли, которые наполняют наше сознание. Животные малые с великими, похоти какие-то, сидят в засаде. Там плавают корабли, то есть фантазии некие галлюцинации. Это змей. Змей это образ дракона, левиафана, которого ты создал, чтобы играть и ему по-юнгерову, чтобы унизить его. Давайте посмотрим 25-26 по Массори. 25-й и 26-й. Потому что такие образы. Это море великое, обширное, там кишенья без числа, животные малые вместе с большими, там ходят суда, это чудище, этот левиафан, тобою образованное, чтобы тешиться в нем, то есть играть с ним, рассматривать его. Это мир человека. Он действительно бездонный. и каждый человек вынужден рассматривать эту бездну, как святой праведный отец наш Иоанн Кронштадтский, он пишет, есть космос, но я обнаруживаю космос и в себе, микрокосмос, но он не меньше, чем космос, потому что я не могу его рассмотреть так же, как я не могу рассмотреть и физический космос, вот эта красота. И в Библии есть призыв, вникай в себя и в учения, занимайся всем самым постоянно, так ты спасешь и себя, и слушающий тебя. Все ожидают от тебя пищи, то есть все могут удовлетвориться только в действиях Бога, он один источник пищи, источник существования. Бог ведет диалог со всем творением, он создал творение своим словом, если бы он прекратил бы вести внутренний диалог с любой частью творения, как я часто объясняю, оно бы сразу прекратило свое существование. Все ожидают от тебя пищи, чтобы ты дал им благовременно, когда ты дашь им примут, по-славянски соберут вот эту пищу, как крошки со стола, когда дашь им, то есть вот как корм примут, когда ты откроешь руку, все насытятся благом, Бог питает, заботится о пропитании и прославных христиан, и иудеев, и мусульман, и слонов, и жирафов, и рыб, и птиц, и верующих, и неверующих. Он дает рост зеленому побегу из-под земли, цветение цветов, мощь баубабу. Все зависит от Него, все им живет и существует. И когда Он открывает руку свою, все насыщаются благом, но когда Он открывает руку свою для нас евхаристически насыщая нас, это полнота насыщения, ибо только в нем может успокоиться творение, и пока оно не в нем, оно метется. А когда ты отвернешь лице, то есть когда Бог не открывает уже руку свою, насыщающую нас, а когда ты отвернешь лице, смутятся, возьмешь дух их, исчезнут и в землю свою возвратятся. Бог действует как с открытием своего лика, так и с закрытием своего лика. И когда Он скрывает свой лик, свое присутствие в этом мире, все мы в смятение, забирает дух и в землю свою возвратятся, почему в землю, бытие 1.24, из которой созданы земляты, и в землю вернешься. Пошлет духа твоего, и будут созданы, воскрешены, имеется в виду воссозданы, то есть оживлены, воскрешены. С другой стороны, как бы умершление всех тварей совершилось по твоей воле, и новой формы жизни, новая тварь возникает тоже, по твоей воле, и обновишь лице земли, уже ни одного человека нет, который жил в 19 веке, все меньше и меньше людей, которые жили в начале 20 века, никого не осталось от 18 века, от 17, от 16 века, Бог все время обновляет, пройдет 50 лет, и никого не останется из нас, которые сейчас в зрелом возрасте, придут другие поколения, Бог все время обновляет лице земли. Да будет слава Господу вовеки, возвеселится Господь о делах своих, Он посмотрит на землю, заставит ее трястись, потому что даже планета сама по себе, она содержится Словом Божьим, и взгляд Бога на нее приводит ее в сотрясение. Он посмотрит на землю и заставит ее трястись, прикоснется к горам, и они задымятся. Но в то же время земля – это люди, а горы – это гордые люди. И когда Господь касается нас, мы трясемся от страха, когда человек заболел, там дом сгорел, что-то еще случилось, человек сжимается весь от страха и говорит, меня Господь посетил, Господь посетил. Прикоснется к горам, к гордым князьям, сарим, и они задымятся. А что такое князья в глазах в глазах Бога, если Он царь царей и Господь господствующих? Буду петь Господу в жизни моей, восклицает Давид, подходя к окончанию псалма, то есть пока я жив, пока Господь не обновил лица земли, буду петь Господу в жизни моей, воспою Богу моему, пока существую. Но сила Духа столь велика, что Давид продолжает петь вместе с нами. Бог уже не один, не два, не три, сотни раз обновил землю новыми существами, а Давид продолжает петь Бога в духовновенных псалмах, из рода в род, из поколения в поколение. А тогда ему казалось, что эта песня прекратится, оборвется, как только его существование прекратится. Буду петь Господу в жизни моей, воспою Богу моему, пока существую, но Бог наш не есть Бог мертвый. Так Бог сказал об Иврааме, Исааке, Иакове, так он может сказать о Давиде, Давид жив, пока звучит псалтырь, пока народ восхваляет Бога этими текстами, да будет усладительна ему молитвенная беседа, моя, восклицает Давид, молитвенная беседа, здесь с греческого возможно даже стихословие, избранное и отличное словесное произведение, такой комментарий допускает Афанасий Великий, то есть поэзия моя, да будет угодно ему, да будет усладительна ему, поэзия моя, стихословие мое, так по Афанасию Великому, а я буду веселиться о Господе, то есть и после конца, и в иной жизни, когда он перейдет из церкви странствующей, воинствующей, в церковь торжествующую, небесную, да исчезнут грешники с земли и беззаконники, чтобы их не было, то есть не способны прославлять Бога, так как лев рычит в молитве обращаясь к Богу, так как птенцы кричат из гнезда в молитве обращаясь к Богу, так как земля дрожит перед глазом Бога, не способные прославлять Бога, да исчезнут бессмысленные поколения, не молящиеся по псалтыри, не читающие псалтыри. И в окончании этого действительно поэтического псалма слова «Благослови, душа моя, Господа». OLD « Standing arm» «благосл里» follower» «IT» «Д inkью» «ذهb» «допнут» «с ration». «Диво»